Самые важные гости каждого военного парада в честь победы в Великой Отечественной войне это свидетели того знаменательного дня. Мануверя Файзулина встретила его на территории Венгрии, где она продолжала оказывать медицинскую помощь в составе девичьего полка. Сразу после радостной новости девушек отправили домой. 1850 человек. Полк был такой женский. У меня есть альбом большие. Я фотографии много. Я их собирала в калачках. Я их разыскивала по всем областям. И вот они у меня есть как память. А рядом с героями прошлого века, герои века нынешнего, те, кто сегодня защищает родину от нацизма. Один из них – Вадим Перфилов, который впервые оказался на одной трибуне с участниками Великой Отечественной войны. Признается, что очень взволнован такой оказанной честью. Хотелось посмотреть, как люди маршируют, почувствовать ту теплоту, с которой все здесь происходит. И все-таки это дань уважения, дань уважения нашим предкам. И то, что мы здесь находимся, для нас, я так не побоюсь этого слова, от всех скажу. Это высокая честь и большое спасибо. Перед началом парада губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и бойцами СВО, а затем поздравил всех гостей с праздником. Мы всегда будем помнить, какой неимоверной циклой досталась Великая Победа. Никому и никогда не позволим оборочить священный подвиг нашего народа. Народа друженика, народа победителя. Открывал аппарат по традиции знаменная группа, которая вынесла государственный флаг России и Знамя Победы, официальную копию боевого полотнища, который был поднят над Рейхстагом. А маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты соединений и воинских частей 2-й гвардейской армии, 91-й Келецкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления, 105-й отдельный орденов Красной Звезды и Кутузова третьей степени, бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, а также парадные расчеты Приволжского-Уральского соединения противовоздушной обороны воздушно-космических сил, МВД, МЧС, ФСИН, курсанты военных кафедр, самарских университетов, кадеты и юнормейцы. Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии-полковник Евгений Гуфраев, а принимал исполняющий обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии-полковник Александр Липатов. Мы снято не всем парень о войнах в преликой Отечественной войне, героически сражавшихся по Родину, на передовой, а тружеников было в дни и ночи, а надверженно помогавших в голову. Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Затем вышла колонна современной техники. Впервые на марше была представлена колесная бронированная машина последнего поколения ВПК «Спартак», стоящая на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа. Также на площадь вышли исторические машины, мотоциклы, легендарные «Полуторки», «Зисы», «Виллисы», «Доджи» и «Форды». На некоторых автомобилях до сих пор остались повреждения от пуль и снарядов, полученных во время Великой Отечественной войны. А затем на площадь вышел Большой областной сводный хор в сопровождении комитета жен и матерей воинов Отечества. В завершении парада на экранах на площади Куйбышева показали прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина с военного парада на Красной площади в Москве. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов. События.